Пикет 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 Это народное движение, которое хочет донести информацию Ну, как сказать, поддержку Путина, нашего президента. А вы его конкретно поддерживаете? Поддерживаю. И ваше ожидание. Конечно. Ну, а какие плюсы вообще в его... Ну, плюсы в политике и внешнее, и внутреннее. Ну, как говорится, не все еще не удается, потому что один в поле не воин. Да. Поддержка должна быть народа, прежде всего. Ну, и в принципе, на самом деле, и популярность у него среди народа своего большая, как говорится. Но есть люди, которые мешают проведению его реформ, борьбы с коррупцией. Потому что, ну, существует, как вы, секретая колонна. Да, и сила ее еще пока велика. Я считаю, что народ действительно его в основном поддерживает. В основном наш народ поддерживает простой народ. Ну, не говоря, там, допустим, об олигархах. Просто простой народ. Следим за всеми новостями. То, что происходит и внутри страны, и, как говорится, и вне ее. Ну, то, что происходит в Сирии, я считаю, что народ поддерживает. Потому что, на самом деле, терроризм, он может быть... На нашей стране, на нашей территории. Те, которым не хочется спокойствия, спокойной жизни. Освободительное движение. Цель его организации довести до людей, что есть все-таки у нас и штаб, но да, в Индисеппе. И, кому интересно, значит, что мы себе представляем, то можно спокойно обратиться в этот штаб, получить информацию. Чтобы был принцип заложен справедливости. Чтобы настигнуть справедливости, значит, ну, грубо говоря, чтобы не было такого разделения между богатым и бедным. Чтобы Центральный банк был Российским банком, подчинялся правительству России, а он сейчас самостоятельная структура, независимаяся, не подчиняющаяся ни правительству, ни президенту. Вот. И хотелось бы очень, чтобы, грубо говоря, у нас была своя идеология, что запрещено конституции. То есть изменение конституции не внести. Сейчас у нас не может быть своей идеологии. И был за референдум, на котором, введя людей в заблуждение, было проголосовано это. Изменение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит за митинг, пикет? У нас происходит пикет в поддержке Путина. А в чем это выражается? Его кто-то не поддерживает, против него кто-то? Ну, у нашего Путина очень мало прав. У него внешние права есть, а внутренних прав нет. Поэтому вот то, что происходит в СМИ, сами знаете. Вы слышали про нашу акцию? Она всероссийская. Кто-нибудь слышал про нее? Нет. Никто не слышал, потому что об этом просто не говорили. А это всероссийская акция. Только через интернет мы эти знания получаем. И цель, самое главное, у НОДА, это просто народное движение. Цель – суверенитет. Освобождение от американского мира. А значит, нужно изменить конституцию, которая ныне действует и которую нам в 93-м году навязали. Правильно я говорю? Ну, не знаю, это ваше мнение. А в чем конкретно выражается иго американцев? Давайте посмотрим. В СМИ показывают только то, что нужно им. Согласитесь. Негатив один сплошной, мультики безобразные, которые портят наших детей и все прочее. СМИ. Возьмем просто элементарно. Сельское хозяйство загублено. Сразу же, в 91-м году, как только нашу Россию с потрохами просить меня сдали, извините за грубость. Вот. Называется это проигрыш в холодной войне. А в 93-м уже нам навязали новую конституцию. А мы, доверяя правительству, пошли за нее проголосовали. А в этой конституции у Путина внутренних прав нет. Понимаете? И народ об этом не знает. А я вот узнала год назад, в сентябре месяце, я случайно в Одноклассниках просмотрела ролик. И в этом ролике я увидела, как Навальный, Немцов против Путина, против войны. У них был митинг. У меня волосы в любом стали. Я говорю, ничего себе, что творится. Народище. Площадь великолепнейшая. Замечательная. Я заволновалась. Просто заволновалась. Я тогда стала искать какую-то другую информацию. Вышла на ноту. Смотрю, у них митинг тоже. Я дождалась, когда ролик выложили про этот митинг. В этом митинге между какими-то мостами они кое-как получили разрешение. Кучка народу. Я вообще, я в шоке была просто. Думаю так, если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Если народ не поддержит Путина, Россию прикроют медным тазом. А поскольку мы, россияне, имеем определенный менталитет, то есть наш дух не вышибет ничем. Все знают, какие русские. Рабами мы быть не умеем. Поэтому нас будут просто уничтожать. Нас как, нас вообще уничтожат русских, если только не будет с нами Путина. Поэтому в поддержку Путина я вот хожу и объясняю населению. Нужен референдум. Вы должны все выйти на референдум и проголосовать за него. Потому что в этом, я уже читала новую конституцию. Великолепно, она идет в сравнении со старой. То есть не надо все статьи менять. Там просто несколько статей поменяется совершенно вредоносно. И Путин уже получит права. А если он получит права, а он у нас гарант конституции. Он на конституцию присягал, правда. И он конституцию никогда не нарушает. Он очень честно ведет политику. Если мы ему дадим права, вот тогда кто-то пойдет под суд. Кому-то коленкой под зад. До свидания. Езжайте туда, где вас поменят. Кто-то сам осознает ошибку. Потом. Тогда национализирует Центробанк. Само собой. А если национализирует Центробанк, и он будет государствами, значит, тогда будут нулевые ставки. Сталин ведь так вывел в страну нашу разоренную, после Великой Отечественной войны уничтоженную страну, разваленную полностью. Сталин дал беспроцентные ставки. Благодаря этому, что получилось? Благодаря этому люди стали брать кредиты. Люди, у которых нет денег. Деньги потекли в экономику. Стали строить заводы. Стали отстраивать здания. И мы быстрее всех отменили карточки в мире, после войны. Хотя разрубку получили самую большую. То же самое будет и сейчас. Там я стопроцентная уверенность в этом. Мы будем жить хорошо. И зависит от народа, как мы будем жить. Скоро или не очень. Безболезненно это пройдет с помощью таких вот акций и митингов. Или это пройдет, уже, извините меня, с революцией. Вот так. От нас зависит. И сейчас мы все это делаем мирно. Понятно. Ну а как вы относитесь к тому, что сейчас вроде бы праздник сегодня, но в то же время день траура? То, что мы сейчас делаем, оно не идет вразрез с этим. Самолеты будут лучше. Согласны со мной? Если будет по-настоящему, везде все проверено. У нас даже в СМИ цивилизов нет. У нас даже книги выпускаются с ошибками грамматическими. У нас дети сейчас, это были самые лучшие в мире дети. Почему? Потому что наши дети уезжали, троечники, в Америку. Я учительница, я 30-летний старт педагогический. Уезжали в Америку, и наши там троечники становились отличниками. Потому что мы научили детей учиться. А сейчас что делается? Образование какое? Все знают, какое у нас сейчас образование. Кто у нас сидит вне сердца образования? У нас сидит вне сердца образования. Мягко говоря, кто такой был оборудователь. И что возле каждого министра сидит заведник иностранный, мы тоже знаем. А люди не знают. И хотелось, чтобы они знали. То есть они будут знать, и все выйдут на референдум, дадут права Путину, и мы заживем. Мы не можем. Вот у меня пенсии 6200, и что дальше? Минимальная, да? Да, все. А вы знаете, мы можем все. Не знаю. Я тоже пенсионерка, как и вы, у меня пенсия тоже маленькая. Но мы можем все. И я вот здесь не только не скажу. Именно потому, чтобы сказать людям, что мы можем все. Если мы проведем референдум, мы дадим внутренние права Путину. Путь, конечно, внутренние права Путину. Правильно. Правильно. Ну, а почему здесь в Миндисеппии? Из-за того, что рядом граница с Европой? Нет, у нас в Нижнадской области это Пикер первый. Значит, ну, движение организованных недавно. И поэтому, ну, черт, ну, черт, ну, киноксевские краю всегда отличаются умом и сообразительностью. И, собственно, с инициативностью я ее люблю. И поэтому мы решили так сделать. Цели, цели, чтобы лучший народ жил в нас тоже. У нас великолепнейший лидер, мечтательный, Бог нам дает в нас. Очень любим свою родину, хотим, чтобы она працюла. Вот почему мы здесь. Во-первых, в принципе, на самом деле, такого еще у нас президента, наверное, ну, за всю нашу, мою жизненную, как бы, историю такого еще не было. В котором действительно можно гордиться. Вот.